Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога. Я продолжаю свой рассказ о Витилиго и в этой статье расскажу вам, как ставится диагноз Витилиго и от каких заболеваний его надо отличать и прокомментирую это. В основном диагноз Витилиго ставится, как и многих заболеваний, кожи клинически, то есть визуально, глазами. При классической клинической картине этого вполне достаточно. В некоторых случаях, когда врач не видит явных очагов депигментации, проводится осмотр кожи в лучах люминесцентной лампы Вуда. Вот на этом рисунке представлена эта лампа, когда в темном помещении, где зашторены окна, выключает свет, врач с помощью этой лампы осматривает очаги и в ее лучах очаги Витилиго приобретают интенсивную голубовато-белую окраску, что позволяет выявить неразличимые при простом визуальном осмотре очаги Витилиго. Ну вот, насколько удачная фотография, не знаю, представлена, когда мы можем видеть очаги более яркие. Или, как я иногда говорю, светится, как у врача халат белый, или как на дискотеке, вот такие явные белые очаги. Что касается взятия кусочка кожи для исследования, то есть биопсия, при Витилиго, как правило, проводится в том случае, если врач подозревает у пациента не Витилиго, а какое-нибудь другое заболевание, например, склеродермия. Второй момент – это дополнительное обследование при Витилиго. Вот что касается дополнительного обследования, то общепринятых обязательных методик обследования пациентов с Витилиго не существует, так как по многим данным и, как показывает клиническая практика, те или иные заболевания у пациентов с Витилиго встречаются не чаще, чем в популяции людей в целом, то есть не чаще, чем у людей, у которых нет Витилиго. Поэтому нет необходимости назначать пациенту множество анализов и обследований у смежных специалистов, которые к тому же иногда дорогостоящие или недоступны для конкретного пациента, например, если он приехал специально на консультацию к драматологу из другого города, села, и обследовать его на содержание в крови, в волосах, витамина Е, меди, других микроэлементов. Нет, такой вот прямой необходимости именно с Витилиго нет. Но, тем не менее, есть нюансы, например, при генерализованных формах Витилиго желательно получить консультацию эндокринолога на предмет состояния щитовидной железы. Но, как правило, эта консультация сопровождается или делает совместно с ультразвуковым исследованием щитовидной железы и исследованием крови на определенные гормоны. Для этого надо объяснить пациенту, зачем это надо. Что заболевание щитовидной железы может поддерживать, провоцировать витилиго, не являться, опять повторяю, его причиной. Так как обычно патология щитовидной железы имеет схожий патогенез, то есть там тоже является щитовидное отклонение аутоиммунным процессом. И поэтому, естественно, вот если идет некорректируемая процессы, некорректируемые в щитовидной железе, они могут косвенно поддерживать, провоцировать прогрессирование витилиго. Естественно, если у пациента есть отклонение в щитовидке, их надо совместно при лечении витилиго корректировать. Но это уже решает, конечно, эндокринолог, а не дерматолог. При нарушении работы желудочно-кишечного тракта, или если пациент проживает в сельской местности, особенно в Средней Азии, желательно пройти исследование КАЛ на КАПРОГРАМ, то бишь на яйца глистов, токсокары, аскориды, которые могут, хотя и не так часто, опять-таки провоцировать витилиго. Ну, иногда достаточно сдать общий анализ крови, и по эозенофилам уже косвенно можно определить, есть у человека паразиты или нет в желудочно-кишечном тракте. Также в моей практике встречались случаи, когда пациенты сами обращали внимание, например, на тот факт, что при приеме гепатопротекторов, например, эссенциали, у них отмечается точная репигментация, то есть восстановление пигмента. Естественно, такие моменты надо выявлять, рекомендовать пациенту провести обследование в этом направлении, включать эти препараты в комплексную терапию витилиго. В последнее время можно встретить, особенно на многих сайтах, когда искренне проводится мониторинг последних достижений в области витилиго, можно встретить те или иные статьи про органы зрения и слуха. Но исследование их не очень информативное, так как несмотря на то, что меланоциты, да, присутствуют во внутреннем ухе, пигментированной части эпителия сетчатки, а также сосудистого слоя глаза, нет убедительных данных, что эти нарушения приводят к тугоухости или нарушению зрения. Поэтому, опять-таки, обязательное посещение окулиста или отолеринколога нет. Другое дело, важно не путать обследование, которое необходимо для постановки диагноза витилиго и по его провоцирующих факторов, о котором я рассказал выше, с обследованием для назначения того или иного метода лечения. Это разные вещи. Например, фототерапию нельзя назначать при катаракте. Поэтому, если у пациента проблема с глазами, врач-драматолог может попросить пациента принести заключение от офтальмолога, что ему фототерапия не противопоказна. Это касается, если есть проблемы с гинекологией, то же самое, врач может попросить принести заключение от гинеколога. Если врач не видит явного отсутствия депигментации у пациента, а у пациента имеется очаг или очаги кожи, которые чуть более светлые, чем другая кожа, но пигмент в нем присутствует, то тогда это может быть расценено как нормальная особенность кожи. Даже существует такой диагноз идиопатическая меланодермия. Идиопатическая, то есть неизвестно. Но часто это считается нормальным состоянием кожи и не требует лечения. И ничего страшного, если у пациента имеется единственный очаг и врач скажет, ну это мое мнение, что да, пока, скажем так, можно сказать осторожно, я диагноза витилиго у вас не вижу. Все. Я считаю, что можно этим удовлетвориться пациенту и спокойно жить, продолжать дальше, не думать о витилиго. Вот что касается дифференциального диагноза. Из последнего рассказа вытекает уже такой вопрос. Дифференцировать витилиго, да, необходимо с другими заболеваниями, проявляющимися, обесцвеченными, часто или полностью, частично или полностью пятнами, то есть характеризующиеся лейкодермой. Под лейкодермой лекоплакии понимают отсутствие амеланоса или уменьшение гипоамеланоса, количество меланина в коже. Я не буду подробно останавливаться на заболеваниях, синдромах, с которыми необходимо дифференцировать витилиго, так как описание можно свободно найти на страницах интернета. Хочу только отметить, что дифференцировать витилиго в большинстве случаев достаточно несложно. Многие другие заболевания, при которых наблюдаются на коже очаги депигментации, имеют еще и различные отклонения во внутренних органах. И такие пациенты первично обращаются к другим специалистам. Да, есть синдром Ализандрини, синдром Фокта и другие. Другие заболевания развивают с рождения, например, альбинизм и имеют еще другие поражения кожи и или внутренних органов. Есть синдром Бурневилля, есть синдром Чидиака и другие. Единственное, пожалуй, заболевание, с которым иногда путают витилиго, это отрубевидный или разноцветный лишай. Вот вы можете наблюдать на этих фотографиях, слева витилиго, а справа видно фотография пациента с отрубевидным или разноцветным лишаем. Так как после отрубевидного лишая его разрешения у пациентов надолго остаются очаги депигментации. Но, однако, опытный врач, который обладает определенной клинической практикой по анамнезу заболевания, по его течению, клинической картине, то бишь внешнему виду, обычно легко справляется с этой задачей. Вот как раз в следующей своей статье, или в последующей, я расскажу вам об этом заболевании, а именно об отрубевидном или разноцветном лишая. Жду ваших комментариев и вопросов, подписывайтесь на мою страничку, напоминаю вам, что вы также можете задать мне личный вопрос на почту в моем блоге в разделе «Индивидуальные консультации». С уважением, Константин Ломоносов. Спасибо.